Сколько клубов получат Россия, Казахстан, Беларусь, Украина и другие страны в следующем сезоне Лиги Чемпионов, Лиги Европы и, эх, Лиги Конференций? Если вы живете в Сан-Марина, то вам повезло. Лучший клуб этого государства начнет выступать в предварительном раунде Лиги Чемпионов. Чтобы выйти в группу, команде из Сан-Марина необходимо победить 5 клубов. Две команды, вице-чемпион и обладатель кубка, сыграют в первом раунде квалификации Лиги Конференций. Хорошо, у Беларуси 4 клуба в следующем сезоне. Лига Чемпионов, 1 представитель. Чемпион страны начнет с первого раунда отбора. Чтобы выйти в группу и сыграть с сильнейшими клубами, нужно пройти 4 этапа квалификации. Известно, что это будет шахтер. Лига Конференций, 3 представителя. Обладатель третьего места стартует в первом раунде отбора. А обладатель Кубка Беларуси и второй клуб чемпионата Батэ начнут со второго раунда отбора. Интересно, что Минска Динамо сейчас находится в первом раунде, как бронзовый призер чемпионата. Но если выиграет Кубок Беларуси, то попадет автоматически во второй раунд. Азербайджан такая же схема. Лига Чемпионов, 1 представитель. Чемпион в первом раунде. Лига Конференций, 3 представителя. Здесь есть небольшое отличие от Беларуси. Все три команды, обладатель Кубка, второй и третий клуб таблицы начнут сразу со второго раунда. Это обусловлено тем, что Азербайджан выше в рейтинге UEFA. Грузия, 4 клуба. Лига Чемпионов, 1 представитель. Чемпион страны Динамо Батуми стартует в первом раунде отбора. Подумаешь, нужно обыграть всего лишь 4 команды, и ты повторишь подвиг Шрифа. Лига Конференций, 3 представителя. Динамо Тбилиси и Дила Гори. Второй и третий клуб чемпионата Грузии. Сабур Тала, победитель Кубка. Все сыграют в первом раунде. Чтобы пробиться в группу, необходимо пройти 4 этапа. Армения, 4 клуба. Лига Чемпионов, 1 представитель. Чемпион страны начнет с первого раунда, где мы выяснили уже. Динамо Батуми, Шахтер Солигорск и будущий чемпион Азербайджана. А вот чемпион Сан-Марина рангом ниже. Лига Конференций, 3 представителя. В первом раунде квалификации сыграет обладатель Кубка и вторая и третья команда Лиги. Молдова, 4 клуба. Лига Чемпионов, 1 представитель. Будущий чемпион попадает в первый раунд отбора. Лига Конференций, 3 представителя. Победитель Кубка, вице-чемпион и бронзовый призер молдавского дивизиона проникнут в первый раунд квалификации. Казахстан, 4 клуба. Лига Чемпионов, 1 представитель. Чемпион страны Табол в первом раунде отбора. Лига Конференции – 3 представителя. Обладатель Кубка – Кайрат. Вторая команда таблицы Астана и 4-й клуб сезона Кызыл Жар из Петропавловска стартуют во втором раунде. Логичный вопрос, а кто третий клуб Казахстана? Кайрат, который квалифицировался как победитель Кубка. Украина – 5 клубов. Лига чемпионов – 2 представителя. Чемпион стартует в последнем раунде отбора, который называется плей-офф. А вторая команда таблицы со второго раунда. То есть, чемпиону нужно пройти 1 этап, а вице-чемпиону пройти 3 этапа. Лига Европы – 1 представитель. В последний раунд квалификации плей-офф попадет победитель Кубка. Лига Конференции – 2 представителя. Обладатель 4-го места стартует со 2-го раунда, а обладатель 3-го места начнет с 3-го раунда. А затем следует последний этап плей-офф. Видим, что у Украины ни в одном турнире нет прямых пропусков в группу. Россия – 5 клубов. Лига чемпионов – 2 представителя. Чемпион страны попадает в группу. А второй клуб турнирной таблицы начнет борьбу с 3-го раунда. Чтобы попасть в группу, необходимо преодолеть 2-х соперников. Лига Европы – 1 представитель. Обладатель Кубка сыграет в раунде плей-офф. Лига Конференции – 2 представителя. Тут такая же ситуация, как и у Украины. Четвертая команда на пути в группу должна обыграть 3-х оппонентов. А третьей команде Российской премьер-лиги нужно победить в 2-х противостояниях. Франца – 6 команд. Лига чемпионов – 3 представителя. Два лучших клуба таблицы. Попадают напрямую в группу. Третья команда вынуждена стартовать с 3-го раунда. Лига Европы – 2 представителя. Четвертый клуб и обладатель Кубка выйдут в группу. Лига Конференции – 1 представитель. В этом турнире прямых путевок нет. Пятая команда турнирной таблицы стартует с последнего раунда плей-офф. Фактически Франция гарантированно имеет 4 команды в группе. Германия, Англия, Испания, Италия. По 7 клубов. Мы не знаем, кто выиграет финал. Благодаря чему какая-то из этих стран может увеличить свое присутствие в Лиге чемпионов. Но на данный момент схема выглядит для всех одинаково. Лига чемпионов – 4 представителя. Первые 4 места попадают в группу. Лига Европы – 2 представителя. В групповом этапе зарезервированы места для обладателя Кубка и пятой команды Лиги. Лига Конференции – 1 представитель. Германия, Италия, Испания отправят сюда шестую команду чемпионатов, а Англия – победителя Кубка Лиги. Вчера мы разобрались со схемой призовых выплат. Рекомендую посмотреть, как Шериф и Барселона заработали одинаковую сумму. До завтра.